Клавикус Вайл, принц Деэдра, исполнитель желаний. Его сфера дарования сил, исполнение желаний смертных и создание договоров. Клавикус Вайл опасен, так как воздействует на волю смерти. Ну и естественно, как вы уже поняли, именно о нем сегодня пойдет наше с вами повествование. Данный комментарий набрал 23 лайка в момент записи этого видео и в нем написано «Я очень люблю Сангвина, но так как этот чел и без того реализован в квесте, Клавикус Вайл или Херсин?» Ну тогда делаем Клавикуса Вайла, погнали по Некселю КСТА! Ну а тем временем хочу поприветствовать молодых, пожилых и безбашенных Скайримщиков. Здорово, давно не виделись. Хочу выразить вам огромную, кстати говоря, признательность за активность под предыдущим видео. Комментариев там набралось, конечно, мама моя. Фидбэк там получился, конечно, просто колоссальный, прям реально очень сильно благодарю вас за это. Ролик набрал прям, ну действительно неплохие результаты. Ну а сегодня мы посмотрим на Клавикуса Вайла, как вы и хотели. Ну а также можете, пожалуйста, поддержать данное видео лайком, также буду вам очень сильно благодарен. Ну и, естественно, по классике, без каких-либо модификаций и т.д. Исключительно только чит-коды, разработанные сами разработчиками. Итак, Нексель не минуем, смотри. Три, два, один. Оля, какой стоит, ты посмотри на него. Естественно, он будет раздетый, как и Азура, но что у него с ногами, вот этого я прикола вообще не понял. Кстати говоря, он же не, ведь получается, не полностью раздетый. Смотри, у него также висит железный кинжал на поясе. И еще у него есть какое-то подобие, не знаю, ботинок или это тапочки. Я не знаю, не знаю, что это такое. И они как-то очень странно прописаны. У них очень странные текстуры. Его ступни в буквальном смысле отсоединены от его ног. И, естественно, как я его только... Ну как, не естественно, конечно, это действительно очень странно. После того, как я его призвал, он сразу же взял кирку, не знаю откуда, и пошел копать железо. Я его пытался остановить и посмотреть, опять же, в бою, на что он способен. У него все-таки кинжал имеется, в отличие от Азуры, потому что у Азуры ни магии, ни оружия вообще ничего не было. А у этого есть хоть что-то. Но со мной, естественно, сражаться он не захотел. Я за ним бегал-бегал, бегал-бегал, ну как типичная женщина. Надоело мне бегать, и я решил отвезти данного персонажа к бандитам. Но здесь он себя проявил, опять же, не в самом лучшем свете. Но он хотя бы сражался. Он пару выстрелов в грудину себе получил, но после этого решил съебаться. Технично он очень сделал, да, и после чего мне самому пришлось раскладывать этих бандитов. Ну, в целом, как он выглядит, я думаю, вы уже обратили на это внимание. То, что в бою он ничего не может, то тоже, в принципе, вполне ожидаемо. Но его внешний вид, кстати говоря, мне напомнил, знаете кого? Генерала Тулия. Но только более молодая его версия. У него действительно очень похожее лицо, та же самая прическа, только волосы не седые. Прям вот серьезно, типичный имперец. Прям вот смотришь на него, и сразу видно, это имперец. Так что Клавик Узвайл теперь у нас отныне является имперцем. Молодой версии генерала Тулия. Да-да-да-я-да. Ну что ж, мы уже имеем представление о том, то, что на расы все-таки разбили здешних богов. И если у нас Азура темная эльфийка, что в принципе логично, то Клавик Узвайл у нас получается имперец. Ну, а что из себя представляют следующие боги, мы это и узнаем, естественно, по Некселю. А как именно, пишите в комментариях. Сразу хочу дать небольшой списочек данных богов, которых вообще, в принципе, можно в этой игре заспаунить. Потому что некоторые из вас писали таких вот, некоторых богов, например, таких как Кин, которых у меня нету возможности призвать сюда, в этот мир скайримский. И поэтому, как бы, сейчас я вам хочу зачитать, продемонстрировать абсолютно весь список тех богов, которых в моих силах заспаунить, кого сделали сами разработчики. Это Мирунис Дагон, Малакат, Мефала, Молокбал, Намира, Херсин, Баэтия и Вермина. Тех, о ком я уже снял видеоролик, я, естественно, не перечислил. Поэтому прошу, дерзайте, пишите в комментариях. Тот комментарий, который наберет больше всего Лукасов с определенным богом, который я, естественно, перечислил, будет сделан, ну, возможно, следующий видос. Не знаю, может быть, я немножечко буду разбавлять вот эту вот, так сказать, серию видеороликов про богов какими-то. Но, в целом, если я буду делать следующий видеоролик про богов, я сделаю именно тот, кто наберет больше всего Лукасов. Всех люблю, целую и до встречи на данном стретче. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok